всем доброго времени суток зрители моего канала также зрители ютуба сегодня тема моего видео это все таки арбузы потому что много вопросов задается вот я живу в северном да регионе например когда как сажать уже я все рассказала теперь вопрос назрел такой а когда именно нужно проклюнувшиеся семена арбузов и дынь высаживать в стаканы в нашу вот такие вот в эти и значит за какой срок проклевываются точно арбузы и дыни и как именно замачивать не замачивать вот сегодня я на этот вопрос отвечу для меня сразу скажу что оптимальный вариант это замачивать почему я сейчас объясню в своем видео приятного просмотра всем подписывайтесь на канал все таки говоря о проращивании семян при замачивании их на диске ватные а также лучшим вариантом является на влажные бумажные салфетки все таки вот проклевывание происходит у нас фактически на третий день сейчас я вам представляю несколько контейнеров со своими семенами сейчас по каждому из них пройдусь быстренько и вы все таки выберите для себя оптимальный вариант проращивания семян к арбузов и дыньки все свои семена я поставила на замачивание 26 апреля вот контейнеры несколько у меня сортов да или гибридов арбузов и дынька которые были вот замочены 26 апреля сегодня у нас 30 апреля на 29 апреля многие семена проклюнулись те которые с лучшей до всхожестью проклевывание замачивала я предыдущем видео вы видели у меня замачивание было на диске а вот в этом видео у меня замочены они на все таки на бумажные салфетки вот арбуз частности медовые гиганты прикрыты сверху дисками это дает то что если даже в растет наши наши семянки в эту туалетную бумагу это не так будет травматично для них при посадке вот посмотрите показываю да вот это самый оптимальный вариант посадки когда показался клювик и чуть-чуть пророс это значит вот нужно обязательно высаживать наши семянки уже стаканчики для арбузов предпочтительные стаканчики по 500 миллилитров как я уже говорила если места нет можно в 350 миллилитров это связано с тем что корневая уходит в глубь у арбузов то есть он очень быстро присматривается к дну так сказать у них и быстро его значит заполняется стаканчик вот такое вот проклевывание за три дня посмотрите да все равно уже три четыре пять шесть семь семь фактически у меня проклюнулась арбузиков вот это вот еще раз повторюсь самый оптимальный вариант для посадки когда появился только клювик давайте посмотрим другой это у нас был медовый гигант арбузики все для северных регионов нужно брать с ранним и как так сказать с этим супер ранний скороспелый ни в коем случае не среднего срока созревания вот здесь опять же сами семянки лежат на ватт на в этом на бумажной салфеточки а прикрыты дисками замачиваю в обычной воде комнатной температуры отстойной вот посмотрите великолепные клювики вот они ничего никуда не врастает то есть даже если в растет опять же повторюсь салфеточку это не критично то есть за три дня с хорошей схожестью вот арбузики у нас проклевываются опять же сегодня надо посадить посадку я вам покажу потому что были вопросы относительно арбузов как их высаживать именно что семечко сажается по особой технологии не просто тупо вкапывается есть нюансы и моменты которые надо знать чтобы не повредить и чтобы быстро быстрые всходы появились вот арбузик тут малиновый который до 9 килограмм фактически вырастает посмотрите здесь просто было на бумажной салфеточки вот видим да вот великолепное проклевывание ничего никуда не вросло вот сегодня надо уже посадить их вот они то есть прикрываем опять же и надо посадить относительно дыняк вот дынька лежит на салфетке бумажной покрыта диском диск влагу лучше сохраняет поэтому вот тоже проклевывание видим да что здесь семянкой наши вот они проклюнулись что одна что вторая великолепно видно тоже оптимальный вариант для посадки вот так должны выглядеть семена наших арбузиков и дынь для посадки переращивать не надо лучший вариант замачивания это на бумажную салфетку опять же повторюсь и прикрываем диском все смачиваем водой комнатной температуры и высаживаем вот так обстоят дела и проклевывание за три фактически дня наших арбузиков и дынь а сейчас немного о посадке для посадки наших арбузов нам понадобится это все-таки стаканчики которые мы подписываем когда высаживаем желательно на 500 миллилитров но еще раз говорю можно на 350 если место экономить с дальнейшей перевалкой в предыдущем видео я показывала как высаживать арбузы в стаканы 350 миллилитров но двойной стакан потому что бахчевые как и тыквенные не любят повреждения корневой насыпаем нашего грунта две трети стакана все хорошо уплотняем состав грунта под ссылочка будет под видео бахчевые любят очень питательный грунт то есть они любят все смачиваем хорошо они любят питательный грунт воздуха и влагопроницаемый как много раз как большинство рассады да берем наш вот этот арбузик медовый гигант уже его вам открывала показывала сейчас мы его добудем так сказать на один стакан идет одно семечко суть посадки в чем берем наш арбузик вот такой и обязательно ложим его плашмя то есть вот так он ложится строго вот плашмя то есть не надо никуда углублять ничего вот он вот положили его и дальше присыпаем грунтом не надо вдавливать в грунт не надо укоренять стоя его это неправильно вот так вот делать нужно дальше присыпаем грунтом объем насыпаемого грунта то есть высота грунта это две семечки арбуза вот если у вас семечка например диаметр семечки пол сантиметра значит грунта насыпаем над семечкой сантиметр вот так это делается и обязательный хороший полив и вся рассада арбуза прорастает при хорошем поливе то есть нужно следить за влажностью грунта это важно это очень важно для арбузов так же как и дым посадка плашмя то есть семечку ложим плашмя от чего зависит прорастание арбузов то есть как и проклевывание это от температуры сейчас самое главное если вы хотите чтобы ваш арбуз вышел быстрее соответственно поставьте его на 23 25 градусов где-то чтоб тепло было также и проклевывание семян происходит за 2-3 дня если температура прорастания или проклевывание семян 23 до 25 градусов если температура ниже соответственно проклевывание будет чуть позже арбуза вообще могут проклевываться до полумесяца некоторые говорят у меня уже сидят неделю они не проклевываются поставьте там где потеплее и проклевывание начнет как бы арбуз начнет проклевываться еще есть один такой метод для быстрого проклевывания это сухие семена чуть-чуть можно надрезать вот это место выхода аккуратно маникюрными ножницами туда быстрее попадет влага соответственно зародыш быстрее будет просыпаться но мне этого не надо делать так как у меня нормальное проклевывание вот при температуре 23 25 градусов моих арбузиков вот видите да и оптимальная посадка не как предыдущем видео я вам показывала что когда переросшую переросшую плохо очень во-первых травмируем по любому корневую все равно и во вторых долго он почему-то выходит именно вот когда появляются клювики вот такие да вот с этими клювиками мы высаживаем на один стакан 500 миллилитров мы высаживаем одно растение закрываем крышками или вот так и ставим на проращивание наши арбузики вот такая простая агротехника с пониманием того как растет арбуз как он нужно его высаживать и все получится и не надо бояться что семена не прорастают например две недели тепло их поставьте если семена схожие то есть еще чем вариант этот но некоторые по сухому сажают вот из этих всех семян я уверена что не все проклюнутся вот представьте если вы по сухому посадите сухое семечко у вас стакан простоит пустую семечко не зайдет а здесь вы великолепно видите что кто взошел и кого посадить то есть и кого не надо вот так вот просто обстоят дела с посадкой и со сроками и проклевывания дальнейшем покажу вот сроки как бы да не только проклевывания когда они у нас вот появятся над грунтом и что делать с ними дальше всем спасибо за просмотр вот такая простая агротехника посадки наших арбузиков и проращивание на салфетках бумажных и как правильно посадить если у вас есть какой-то свой опыт поделитесь пожалуйста тоже прислушаюсь возможно с результатами поделитесь всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал если кому-то видео понравилось ставьте лайки или дизлайки кому не понравилось все равно рейтинг вот всем удачных всходов